25 июня в Минском аэропорту приземлился самолёт из Катара. На борту более 7 тонн масок, перчаток, костюмов и средств дезинфекции. Это уже третья партия гуманитарной помощи за эту неделю. В понедельник в Беларусь прибыли ещё два самолёта из Сербии. Ну а в целом за последние два месяца в нашу страну прилетел гуманитарный груз на сумму более 42 миллионов рублей. Нужно сказать, что для нас Беларусь это дружественная страна и по нашим традициям мы не можем не помогать нашим друзьям. Тем более в такое нелёгкое время эпидемии. И так как белорусы, наши друзья, не было никаких препятствий, чтобы доставить этот груз. Для нас это огромная честь. В течение пары дней коробки распакуют, а содержимое распределят по белорусским регионам. По каким решают, исходя из эпидемиологической ситуации. Весь гуманитарный груз, который прилетает в Беларусь перед тем, как отправиться в больницы, попадает на этот склад. Сейчас здесь шесть аппаратов ИВЛ ждут своего курьера. Вместе с ними в больницы поедут эндоскопы, бронхоскопы и средства индивидуальной защиты. Только очков здесь 22 тысячи. Конечно, чтобы каждый костюм из-за рубежа использовать по назначению, как правило, груз формируется под заказ, который составляют те самые медики, которые находятся в эпицентре. Мы держим связь с Евросоюзом, держим связь с Китаем. Как правило, они спрашивают, что вам сейчас в первую очередь необходимо, и сопоставляют свои возможности, что они могут поставить. Мы, соответственно, выверяем все эти списки, и они нам поставляют в том или ином количестве, которое на сегодняшний день возможно. Мы, конечно, находим в этом применении, безусловно. Вы же понимаете, что на сегодняшний день государство тратит просто большие деньги. И на средства защиты, и на лекарства, и на обеспечение людей. Поэтому помощь это всегда кстати. Чтобы сделать проще работу медиков в грязной зоне, на помощь пришли и сами белорусы. Десятки компаний, которые привозили инфекционистам вкусные горячие обеды, таксисты, которые не брали денег с врачей, и тысячи белорусов, которые продолжают пополнять счета Минздрава. Например, в Центр экстренной помощи было перечислено более 9 миллионов рублей и еще 200 тысяч евро. Некоторые компании напрямую переводят деньги инфекционным клиникам. Огромное, конечно, спасибо представителям бизнес-сообщества за то, что они так проявили себя в плане спонсорской помощи для нашей клиники. На самом деле было закуплено достаточно большое количество оборудования. Это ИВЛ, аппарат искусственной вентиляции легких, экспертного уровня, и мониторы прикроватных пациентов, и портативный аппарат УЗИ, и много-много чего еще. Скоро в шестерку, которая пока остается инфекционной, приедет и часть гуманитарного груза. В целом, отмечу, что аппаратами ИВЛ оснащены все нынче инфекционные больницы. Правда, сейчас, пожалуй, как никогда раньше аппараты могут пригодиться экстренно. Среди ночи и на выходных. Любому пациенту может стать хуже. А стоимость одного ИВЛ от 25 тысяч евро. От 50, если экспертного класса. Когда на счету есть такое подспорье, спокойнее и врачам, и пациентам. Конечно, когда первые грузы приезжали, мы, понятно, что ждали их с нетерпением, потому что мы не знали, насколько это серьезен вопрос, насколько их надо. Многое. Когда коллеги начали работать, вернее, только формировались бригады, которые пойдут работать с пациентами с инфекционными. Конечно, я не скрою, и это абсолютно оправданно и логично, что был и какой-то страх, и были какие-то недопонимания, и была такая какая-то напряженность среди сотрудников. Потому что впервые сталкивались с той значительной угрозой, это пандемия. Коллеги, которые приходят, они должны видеть у себя на стеллажах средства индивидуальной защиты. Поэтому, когда мы понимали, что у нас есть свой план получения средств индивидуальной защиты, который нам давал комитет по здравоохранению, и его было даже более с запасом, чем нам требовалось, конечно, это внушало надежду, успокоение. В первой больнице 13 аппаратов ИВЛ. Из них, пока медцентр был инфекционным, одновременно были задействованы максимум 7 на самом пике. В поддержке дорогим оборудованием больница не нуждалась, а вот средства защиты и дезинфекторы лишними не оказались. Впрочем, помимо гуманитарной помощи, в больницы постоянно поступают и отечественные СИЗы. Белорусские предприятия действительно напряглись в трудный момент, и потому сейчас, можно смело сказать, не просто хватает, а даже с запасом. В стране уже произведено, на складах фармации уже находится около 8 миллионов масок, только масок, как говорю, медицинских, на белометехнику 6 миллионов, и по регионам на сегодняшний день, по последнему отсчету, если не ошибаюсь, 7 миллионов, при среднем расходе условно 150-200 тысяч в день. Костюмов на сегодняшний день медтехники лежат на около 300 тысяч. Более того, сейчас маски уже у нас идут на экспорт, мы подписываем документы. Когда у нас в стране избыток, то разрешаем нашим предприятиям зарабатывать деньги за рубежом. Перчатки, маски, защитные костюмы, а также антибиотики и ДЭС-средства еще зимой и белорусы отправляли в Китай. До того, как ковид пришел в нашу страну, предприятия по производству лекарств и СИЗов работали на зарубежные больницы. Такая негласная этика пандемии. Несмотря на закрытые границы, самолеты с гуманитарной помощью продолжают летать. Всю весну и все лето. В главном эфире Юлия Гризунт и Алексей Юнош.